Процесс идет, я даю запись сегодня, запись пошла. Так, значит, сегодня 22 июня, день достаточно исторический, памятный, причем памятный очень печальной памятью. Тем не менее, жизнь продолжается, вот, и мы с вами говорим о том, чтобы идти дальше, чтобы развиваться, развивать шестой технологии. И, как говорится, делать все для того, чтобы мир был спокоен, насколько это возможно. Делать все, чтобы мир сохранялся на земле. Ну, и делать сюда, или вкладывать свой вклад в экологию. Вот где основной фронт на ближайшие 50 лет, как минимум. Делать нужно очень много. И мы с вами стоим у истоков этого пути. Или, вернее, у истоков одного из направлений и одного из ключевых направлений ближайшего будущего деятельности, ближайшего будущего. Skyway Capital. Готовимся к 10 этапу. Как? Зачем? Но прежде о новостях немножко. Я, значит, как вы знаете, мы с Инетой Анджаной были у наших партнеров, коллег в Грузии в очередной раз. Вот. Состоялись очень конструктивные. Люди уже подготовились к встрече. Причем первая такая, ну, основная, можно сказать, да не все основные, потому что никогда не знаешь, откуда и как, что лучше зацепиться. Грузины очень сильно загорелись, дорогие друзья. Я им рассказал, как идет в мире. И они сказали, что мы хоть еще и не начинали как следует. Индусы уже подписали договор, уже и деньги нашли. Но если надо, то деньги мы найдем и договор подпишем. Я говорю, ну, хорошо, это все прекрасно, что вы это сделаете. Но чем закончилась первая встреча? Первая встреча закончилась тем, причем первая встреча была, я назову, это фонд. У него замудренное название, но его смысл такой, что фонд развития и поддержки, инвестиционной поддержки развития предпринимательства и проектов в Грузии. Вот. Это государственный фонд. Там есть частные лица небольшие, но основная доля в этом фонде участия государственные такие, ну, скажем, инфраструктурные компании, как транспортные компании, там являются учредителем этого фонда. В том числе грузинская энергетическая система и газовая система Грузии. Они являются учредителем этого фонда. Фонд делает и делал, и делает, и предполагает много инвестиций в электростанции, в гидроэлектростанции, причем нового поколения, кстати. Вот. Теперь в туристические комплексы, в гостиницы. Вот. И их очень заинтересовало. Они предварительную информацию уже получили, и после нашего доклада они очень заинтересовались. Подведу только черту, что выразил председатель этого фонда, выразил такое, как бы, пожелание с подачей, конечно, что давайте подготовим меморандум. Они готовы приехать тоже в Минск, но не во время экофеста. Там они все время в разъездах, там они очень плотно работают с китайцами. Китайцы видят в Грузии очень такого, ну, основательного партнера. И, скорее всего, из-за, ну, можно так сказать, что по разным причинам китайцы сейчас очень много вкладываются в различные проекты, которые обеспечивают потоки грузов. И их интересы, как бы, фиксирование, столбление их интересов на этих потоках между Востоком и Западом. Вот, и одни из таких точек являются, видите, здесь есть, значит, отмечено, видно здесь правильно, да, анакле, такое место, тут плохо видно, копия плохая этой фотографии. Вот, вот эта черта подведена здесь, это анакле. Здесь поти и чуть ниже там батуми. Вот, и здесь строится, или вернее еще не строится, ведется проектирование и предполагается построить большой-большой всемирный или международный порт глубоко больших грузовых судов товарных. И, кстати, для еще и для круизных лайнеров, это тоже очень большие суда, вот, и для этого надо для всего создавать инфраструктуру, очень много что надо делать, транспортные артерии развивать. У них есть концепция развития шоссейных дорог, одно не исключает другое, но когда они увидели, что и услышали, какие возможности предполагает Скайвей-технология, они очень в этом плане загорелись и увидели здесь сразу перспективу. Просто вот так вот, на раз-два, можно сказать. Вот, и в связи с этим, как я уже сказал, готовится встреча в Минске, это очень такое важное звено. Тут есть еще другой момент, вот грузины, они очень своеобразный народ, для них очень важно, кто является как бы партнером у них внутри государства. И вот, скажем, мы на следующий день выступали в Батуми, и в Батуми у нас, вернее, в Батуми мы до этого выступили, извиняюсь, мне уже перепутало все, а на следующий день мы связывались с Батуми. И когда там услышали, что этот фонд заинтересован, то принято было решение руководства Батумской мэрии, мэрии самой и городского собрания, председатель городского собрания. Они планировали, уже забронировали билеты в Минск на 1 июля, на Экофест, но они посчитали необходимым перенести встречу на послеэкофестовский период, то есть сразу же следующая неделя. Сейчас идут переговоры, когда Анатолий Эдуардович сможет принять, потому что они посчитали, что это надо делать, специальную встречу, где подготовить соглашение и так далее. То есть идет такая мощная подготовка. Там есть проекты, вот, например, смотрите, я тут даже показал одну интересную фотографию, это из Батуми, канатная дорога, там есть, как она называется, канатка, там может быть видно издалека. У меня неудачная фотография, мы быстро проезжали в центр на машине, я из машины сфотографировал, некогда было даже выйти, чтобы зафотографировать. И вот она, канатная дорога, там проходит, у нее там свои функции, они знают, что это такое, ну вот, и поэтому для них, ну скажем, там есть несколько интересных пилотных вариантов, вот, и они над этим будут работать. Но самое важное, что им в любом случае надо развивать транспорт, транспортную инфраструктуру, и они видят свою ключевую позицию. Им надо еще и, как бы, корректировать свою концепцию развития транспорта, и они видят перспективу, очень мощную перспективу по Скайвей. Поэтому они хотят сами поехать на место, посмотреть, более подробно ознакомиться, и, если это возможно, подписать соглашение о сотрудничестве. Вот, значит, это такой момент. Есть еще такой интересный момент, то, что, значит, а, и они взяли на себя, значит, обязательно мы более-менее так прощупали ряд вариантов. Они очень четко поняли, что надо искать небольшой такой, как бы, пилотный проект, с которого можно там начинать, где можно пощупать, показать людям, и от него, чтобы была польза, чтобы он был не какой-то там формальный. Вот. В Тбилиси продолжились разговоры тоже. Фонд, когда мы с фондом беседили, в Тбилиси еще раз говорю, одно из тем, они не исключали, но уже в сотрудничестве с городом, и там главную скрипку должен играть город, они сказали, что они вместе, наряду с народным финансированием, готовы поддержать и своим фондом городской инфраструктурный проект, там есть новый перспективный жилой район, он уже практически сформировался весь, элитный или ВИП-район, как они говорят, я не помню его точное название, вот, а, как бы, соединение с центром и со старым Тбилиси практически отсутствует, это там просто пробка на пробке, дороги перекрыты часто, там полиция перекрывает и так далее, и поэтому для них очень актуально, важно, как связать этот жилой комплекс, жилой район с существующей транспортной системой, и они говорят, ну так ничего и не надо, скайвей, вот, пожалуйста, это просто вот, ну, даже разбираться сильно не надо, надо только начинать проектировать, то есть это тоже как вариант, вот, и что еще интересно, в завершение, когда взвешивали, потом уже как бы обратным там беседа была по телефону, пришла информация, что вот между Анакли и Сванетей могла бы быть, как тоже, как одна из линий, это очень мощный проект, потому что в Сванетии есть горнолыжные курорты, один главный узел есть, и вот когда мы там были, буквально на прошлой неделе, или на начале этой недели, там проходили соревнования по лыжам, горным лыжам и слалому, то есть это июнь месяц, вы представляете, а внизу можно уже как бы на пляж ходить почти что, хотя там тоже не очень хорошая погода, бывает тепло, бывает прохладно, мы попали как раз в гость, или где-то температура была около 20 градусов, все, вот, и поэтому, что это такое как бы развитие туризма, это приоритет в Грузии, и они видят, что там тоже есть интересные моменты, вот, таким образом Грузия продолжается, работа продолжается, плюс собирали там наши лидеры вчера группу, как бы активных инвесторов, они разбирались, задавали такие разные всякие простые, значит, глупые вопросы, если так можно сказать, просто по незнанию, они так сами говорили, что мы задаем глупые вопросы, фактически вопросы были абсолютно деловые, мы с ними там разобрались, Инет Анжана прекрасно все доложил, они остались все очень довольны и пошли менять свою концепцию, об этом и мы с вами сегодня еще поговорим, дорогие друзья. Так, ага, тут Артур, я работаю в двух минутах ходьбы от этого места, жаль, не встретились, да, Артур, жаль, но мы были там очень, ну, скажем, просто вот, мы приехали для Артура и для всех, чтобы вы знали, что программа настолько насыщенная, что мы не попали, там, кстати, сейчас достаточно большая проблема попасть, самый основной вид транспорта это поезд между Тбилиси и Батуми, вот, и мы не купили на утренний поезд, так, чтобы приехать к обеду, там, в час или пол второго приехать, утром сесть в восемь, пол второго приехать в Батуми, и пришлось брать такси, ехать, нашли таксиста, который согласился нас туда отвезти, там нас подождать и привезти обратно, поэтому, Артур, мы были очень, скажем, скованы, и только на встрече закончили, мы только попили кофе и сразу быстро уехали, ночью вернулись только где-то в два часа обратно, обратно в Тбилиси, и на следующее утро уже в десять часов у нас были встречи, так что вот такая, такая вещь в Батуми, это полупрогулочная канатная дорога на Холм, да, 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 спасибо, Артур, спасибо за обратную связь. Вот, и таким образом, дорогие друзья, мы переходим к сегодняшней теме, основной теме от информации, кстати, для того, чтобы вы знали, те, кто зашли чуть пораньше сегодня до 19 часов, вы видели, что сегодня я немножко тут баловался и показывал вам уже видеоролики, мы нашли способ, как можно закачивать, я не успел, просто прошу прощения, не успел пару хороших роликов вам сюда закачать сегодня, но система теперь есть, и мы будем этим делом активнее пользоваться на следующих вебинарах, то есть у нас будут достаточно актуальные и деловые видеоролики, как с Ютуба закачать на нашу вот Мирополисовскую платформу, вебинаровскую, которой мы здесь пользуемся с вами. Итак, смотрите, значит, что у нас здесь, да, ездят маршрутки тоже в Артур и достаточно активно, но дорога забита, там не все так просто. Все, закончили. О том, как идут дела с проектами в Бурятии. Нет, Владимир, у меня нет этой информации, не буду выдумывать ничего. Идут, я знаю только, что есть так и называемая рутинная работа в каждом проекте, и она такая незаметная, и можно только сказать работа, товарищи или господа, коллеги идет, и ничего более. Детали каких-то там я просто не знаю, поэтому не буду ничего говорить. Вот, теперь вернемся обратно. Смотрите, я, ну, для визуальности, имея инженерное образование, привел вам для визуальности, что, смотрите, первый этап 2014 год, первый, второй этап закончился в августе месяце 2014 года, совсем недавно это было. 2015 год, третий этап до второго месяца, то есть до конца февраля там почти что был, да. В 2015 году четвертый этап был до августа месяца, с августа по декабрь шел пятый этап. И с декабря уже 2015 года до и в течение 2016 года прошли пятый, шестой этап, и начался еще и восьмой этап, да. Вот, и восьмой этап завершился в марте 2017. Мы сейчас на девятом этапе, впереди, дорогие друзья, столбец, где раз, два, три, четыре, пять, шесть этапов. То, о чем мы уже с вами говорили. Это так, для визуализации понятия, насколько пружина сжимается. Видите, даже в нашем проекте пружина сжимается. Как я уже говорил в прошлый раз, что, несмотря на то, что у нас в бизнес-плане, ну, как бы задуманы четыре, три основные, четвертое, это туристическо-развлекательный или так называемый облегченный вид транспорта, или транспортное средство Unibike, то здесь, значит, идет строительство сейчас или подготовка еще двух трасс, которые необходимы для того, чтобы более, как бы, интенсивно шли работы в Индии. И в связи с этим приходится, как бы, за счет средств индусов, но на территории экотехнопарка придется строить, и проектирование уже, кстати, идет, еще двух интересных трасс, которые придадут только качество, дополнительно выгодное качество экотехнопарку в Белоруссии. Вот. Далее, дорогие друзья, смотрите, ценность акции. Давайте посмотрим ценность акций и полученные пользы. Какие выгоды от этого? Очень важно в том, что сегодня ценность акции, она абсолютно расчетная. Мы можем так считать, можем иначе считать. Мы несколько посчитаем, поиграемся с цифрами чуть позже. Вот. И предполагаемое получение пользы, получение выгоды. О выгодах, которые возможны, мы с вами уже говорили, сегодня тоже еще поговорим. Но в первую очередь это то, что уже сегодня, уже сегодня существует расчетная выгода. Если сравнить этапы, если сравнить этапы, что было на третьем, на втором, на четвертом, даже на пятом, я даже эти этапы не трогаю. Я беру с пятого этапа, мы там посмотрим с вами, вот, и беру девятый этап, девятый, одиннадцатый этап для сравнения, для разговора о том, потому что разговоры продолжаются, очень четко продолжаются разговоры о том, что идут различные пожелания, что, ай, когда вот для людей является индикатором то, когда процесс идет, что вот начали покупать акции, обратные, скупка акций. Даже мне, скажу честно, даже мне, значит, несколько человек в частном чате писали, что что делать в той ситуации или в иной ситуации. Одна из ситуаций, что вот инвестор там, родственник там, не родственник, значит, какой-то, вот, он ждал, он ждал, но я уверен, что ему было просто сказано, что вот, в 2017 году все будем в шоколаде, значит, в великом желании привлечь человека, понимаете, да, вот, не надо никогда этого делать. И он сегодня говорит спонсору так называемому, что, слава, уши, дорогой друг, нигде нет выкуп акций, давай-ка ты у меня их выкупай. Нет такой возможности, дорогие друзья, или он перестает платить свои, свои инвестиции, свои рассрочки, говорит, а, у вас тут все это дело будет еще когда, а я уже завтра хотел быть богатым, понимаете, да? То есть люди абсолютно неадекватно к этому делу относятся. И поэтому возникает целый ряд неудобств. Но выгоды, они есть. И вопрос в том, что мы же понимаем, что в проекте есть определенные этапы, которые надо пройти, и нельзя раньше получить дивиденды, пока не поступят определенные средства в компании, соответственно, в материнскую компанию, в Евроазиан, в Евроазиан Релуск Авиа Систем Холдинг, то есть в нашу компанию, и тогда только можно получить дивиденды. Но надо же себе очень четко представлять, что сегодня никакой манны небесной, откуда не упадет, так много, чтобы получить чувствительные дивиденды. Мы уже неоднократно с вами говорили, что такое чувствительные дивиденды, чувственные. Это когда хотя бы один цент падает на одну акцию. И тогда человек, у которого есть миллион акций, имеет 10 тысяч дивидендов за год. В этом случае, кто имеет 100 тысяч акций, тот имеет одну тысячу дивидендов за год, если один цент приходится на одну акцию. Все очень четко и просто. И мы даже с вами неоднократно просматривали те примеры, где ввели расчет, что для этого компания должна сделать, сколько нужно объем работ провести при самой минимальной рентабельности проектов, сколько нужно. Для Евразии НРСКВС холдинг, просто не два, а для Евразии НРСКВС холдинг, это нужно 600 миллионов прибыли, чтобы мы получили по одному центу на одну акцию. Это, с одной стороны, это кажется баснословной цифрой, с другой стороны, это абсолютно нормально реализуемая цифра. И об этом тоже мы еще будем говорить. Поэтому выгоды есть. Это первая выгода, это стоимость, так называемая расчетная стоимость акции. Какова она сегодня по сравнению с тем, когда была себестоимость акций на мою инвестицию. Я проинвестировал в доллар, сколько я получил в залог акций. Это ее так называемая расчетная себестоимость. Мы посмотрим, какова она сегодня. Процесс, дорогие друзья, идет. Смотрите, мы с вами можем здесь сейчас посмотреть даже расчет, что, значит, если я в пятом этапе за миллион акций проинвестировал только 1660 долларов, это в случае, смотрите, пятый этап, при дисконте 1 к 600, вот этот вариант, стоимость одной акции такова, да, то это значит, что я на пятом этапе проинвестировал, то уже на 11 этапе, на 11 этапе, даже если будет 6,5 тысяч, да, то на 11 этапе, может, оно может быть и 7 тысяч быть, миллион акций, а может быть и 7,5 уже придется как бы инвестировать, чтобы стать владельцем залога и в конечном итоге владельцем акций, миллион акций. Всяко может быть. Берем самый простой вариант, да, то уже сегодня у меня прибыльность, прибыльность 291,6%. Считается очень просто. Со мной тут кто-то пытался, не буду говорить кто, пытались спорить, что вот вы неправильно говорите, что тут неправильно. Мы отнимаем от суммы, отнимаем то, что мы инвестировали, это наша дельта, да, и дельту делим на общую сумму, которая сегодня как бы приходится выкупать, то есть новую стоимость. Это значит, что по сравнению к пятому этапу, здесь у нас 291% годовых. Пятый этап, помните, да, если мы посмотрим, это практически 3 года прошло. 3 года, можно сказать, если по месяцам, то почти 3 года. Пятый этап чуть меньше, ну, я взял 3 года, ладно, лучше считать, да, разделил на 3, это 97,2% годовых, почти 100% годовых. Можно было натянуть этот, как бы, пример, 100% годовых. Ну, слушайте, где еще лучше могут быть цифры, понимаете, да? Вот, и поэтому вот он, здесь мы видим пятый этап и видим 11 этап. А если у нас 12 этап, потому что я и говорю, что выгоднее всего начинать компанией этим делом заниматься на 11, а еще лучше на 12 этапе. И мы с вами этот пример еще раз смотрим. Потому что здесь, смотрите, пример очень простой. Берем опять пятый этап, не берем туда раньше. Пятый этап, вот самые выгодные были, как бы, акции. Это значит, что на пятом этапе лучше всего смотреть на примере в 100 тысяч акций. Стоимость пакета в 100 тысяч акций или инвестиционные затраты были 166 долларов. На 11 этапе будут 960 долларов средней затраты на такой же пакет в 100 тысяч акций. На 12-м будет уже 2200. Понятно. Поэтому, конечно, компании и нам выгоднее входить и говорить о том, что, о, интересно тем, кто инвестиции начинали там раньше. Да, если вы начинали здесь, то менее интересно. Если вы начинали, видите, на 9-м этапе 541 доллар был за пакет или пакет акций по себестоимости 541. И то уже начинает на 11-м этапе быть достаточно интересно. И вот со мной человек спорит и говорит, ну, это же не бизнес. Я говорю, правильно, конечно, это не бизнес. На 9-м этапе вошел, сегодня посеял картошку, а послезавтра начинаешь ее выкапывать, чтобы суп картофельный сварить. Это не бизнес, дорогие друзья. Поэтому надо ждать более поздний этап, если кому-то приспичило, а кому не приспичило, так вообще нечего думать о продаже. надо смотреть и радоваться, как будут меняться цифры, когда акции будут на бирже, на мировой, на бировой бирже. Вот тогда будет очень выгодно смотреть на это дело и радоваться, получать свои дивиденды. Поэтому здесь, видите, 12-й этап, если это себестоимость приобретения 100 тысяч акций 2,5 тысячи, а миллиона 22 тысячи уже будет стоить, то в этом случае компании начинает быть интересно реализовывать эти... Человек получает 1200 долларов, компания еще остается 1000 долларов. И этот пример мы сейчас с вами посмотрим. Вот здесь в дальнейшем есть такой пример. Смотрите, очень просто. Вот на обычном, а на 11-м этапе возьмем, да? Евразия на 11-м этапе от Иванова выкупает за 6500. Вот они, 6500. Видите, на 11-м этапе 9500, 100 тысяч акций. 100 тысяч акций, а миллион за 9600. За 9 тысяч... За 6 тысяч... За... У Иванова за 6500, извиняюсь, потому что Петрову продается за сумму 9600. Вот этот курс, я извиняюсь, я запутался, и вас запутал, потому что здесь у нас будет расчетный курс на 11-м этапе за 100 акций 960, за миллион акций 9600. Поэтому отсюда здесь у нас получается, повторюсь, что Иванову или Петрову отдаются акции Иванова, который продает за 6500. Отдает эти акции под инвестиции компания Евразия на Рейлс Консистент Петрову за 9600. Из этого 6500 отдает Иванову, отдает Иванову, а 3100 долларов с миллиона акций прибыли компании. Это наша с вами прибыль, дорогие друзья. С этим уже кое-что можно делать. Мы можем это как бы компания может с этим оперировать. Это средства дополнительные в инвестиционные проекты без привлечения новых акций. Это значит, что фонд новых акций, с которыми компания выйдет на биржу в будущем, он становится сохраняется, он становится больше. Нам это выгодно. А может быть, это нам выгоднее будет потом воспользоваться этими акциями и не так быстро закроется вход в корневую компанию. Это сохранит нам вход в корневую компанию в какой-то степени, если логически думать. Практически тут всяко может быть. Друзья, давайте-ка выйдем из этой перепалки здесь. Не надо там беседовать и читать. Я вот нету сегодня, к сожалению, Алексея. Вот. И все это байдю тут читать нечего. Значит, давайте смотреть дальше. Вот. То есть, это мы разобрали с вами. Теперь смотрим дальше. Выгоды инвестора. На примере, на выгодах инвестора на миллионе акций. Дивиденды. я уже говорил о дивидендах. Это первая выгода. 0,1 цент на одну акцию есть 10 тысяч. На миллионе акций. К чему я говорю миллион акций? Это как первый какой-то предел, которому можно, или первый пакет, которому рекомендуется стремиться в нашем случае. увеличение ценности акций до IPO, а после от доллара и выше. До IPO, вот вам, пожалуйста, примеры есть, когда у нас стоимость меняется, уже сегодня у нас есть 100 годовых. Выгодно? Конечно, выгодно. Абсолютно выгодно, дорогие друзья. Это вторая выгода. Участие в адресе проектов и выгода по опциону. Какая выгода? Ну, например, 2% годовых за каждый год проекта. За 5 лет это 100 тысяч. 100 тысяч. Обычный проект, он 5 лет где-то и тянется. Или его протяженность. Возврат этих акций в полное распоряжение после выхода из адресного проекта. Получение дивидендов в этот период. Рост рыночной стоимости акций в этот период. Это все выгоды, дорогие друзья, от участия в адресных проектах и выгода по опциону. Вывод. Пересмотрите свои стратегии инвестирования и, соответственно, отталкиваясь от этого. Вы знаете, что вот я думал над этим и мы тут с коллегами беседовали, я с людьми беседовал, потому что в Европе достаточно активные инвесторы и у многих сложилась так называемая зона комфорта. Мы в чате об этом немножко говорили, я там тоже писал. Я здесь повторюсь, потому что здесь несколько, ну, публика может быть несколько другая, участники вебинара, а кто-то еще, у кого-то еще мысль пойдет в нужном направлении побежит. Вот. И поэтому, смотрите, нужно выходить из зоны комфорта, но что такое зона комфорта? первое, кто-то достиг миллиона и уже он миллионер, кто-то достиг там 100 тысяч и уже он считает, что у него квартира в кармане, понимаете, по крайней мере. Вот, кто-то достиг трех миллионов, ой, он уже вообще там крутой, пальцы идут как бы вот в расторочку и так далее. То есть у каждого где-то зона комфорта, но на это надо по-разному, можно по-разному просмотреть, смотрите, проинвестировал и накопил свой миллион. Сделай еще инвестицию на 10%. Не просто, не потому, что ты, ты сделал для себя, но теперь вложись в экологию, ты получишь еще дополнительные акции, у тебя миллион есть, еще 100 тысяч, как бы, но посвяти эти 100 тысяч акций экологии. То есть ты вложил, ты вложил свой вклад и не в обогащение. Что тут греха таить? Большинство из нас, говоря об экологии, но мы думаем о том, что, а что нам к телу ближе? Это то, наши заработки, наши возможные будущие выгоды, о которых мы говорили. И поэтому это очень важно, это понимать. И, и поэтому это очень, очень интересно. И если человек начинает так думать, у него есть возможность 10% во имя поддержки, поддержки экологии вложить. Еще. И все. Приведи еще на миллион инвесторов во имя этого. У кого-то. Дай человеку еще возможность, которой ты сам воспользовался. Да, может быть, он придет позже, чем это ты сделал, но такие люди есть. Ты выполнишь свою миссию, ты сделаешь тройное добро, поддержишь уже идущий проект, раз. Второе. Вложишь свою десятину в экологию, но еще поможешь тому парню или тому человеку продвинуться достатку и понимание того, что ты сам сделал. Ведь хорошо сидеть тихаря, сопеть в углу, я вот уже миллион имею, или там 2 миллиона, или там 10 миллионов имею. И один человек мне сказал, вот я начал в этом направлении думать, у меня уже почти 20 миллионов, я вдруг подумал, действительно, а почему бы и нет. Подготовился, причем очень хорошее предложение сделал, я не могу их вам высказывать, потому что это очень частный такой момент был, вот, но человек начал думать в этом направлении и все отлично. Это и есть миссия, дорогие друзья, это очень важно. Мы с вами можем размахивать руками, флажками, чем угодно, кричать вау, но развитие идет только тогда, когда мы начинаем конструктивно думать, конструктивно идти дальше. И это не, я говорю, это не к тому, что давайте теперь все срочно еще начинаете инвестировать, нет, у каждого есть свой выбор. Я высказал, возможно, мое видение, кого это зацепило, думайте, кого не зацепило, ну, извиняйте. Только подобными шагами каждого мы спасем цивилизацию, как это не громко звучит, но вы же понимаете, можно сидеть и хотеть, что вот кто-то пойдет и начнет все переделывать в этом мире, ничего не делая самому. И что-то самому делать, очень четко понимая, что мы идем к развитию, мы обеспечиваем, я обеспечу это своим определенным вкладом. И это очень важно. Я рекомендую в этом направлении подумать, и поэтому я вот это здесь и вынес. Я еще хочу показать вам одну схему, она уже неоднократно смотрелась нами с вами, рассматриваясь. Очень важно представлять, что Skyway Capital это абсолютно уже гибкая структура, которая позволяет обеспечивать через Global Transport Investment на основании договора поручительства, Global Transport Investment поручил Capital взаимоотношения с инвесторами, он является агентом, здесь нет еще одной стрелочки, он является агентом Skyway Capital для Евразии и Норелевской Авиа Систем с Холдинг-1 и Холдинг-2 и для инвестора он связан через договор инвестирования с обеспечением. Обеспечением являются акции этой компании и этой компании. Сколько, где, как это вы знаете, это суть сейчас не в этом. Очень важно знать, что это можно делать. Вот, и это очень важный момент, дорогие друзья, и теперь давайте еще раз вернемся к проекту, что такое адресный проект и как они развиваются. Нам надо очень четко представлять, потому что, смотрите, интересный такой момент, который выяснился в Грузии, когда мы, ну, так, условно обсуждали, как мог бы развиваться один из проектов, брать, не брать, думать, не думать в этом направлении этого пилотного проекта. Вот, и получалось, что сам проект, ну, никак не перепрыгнуть через 5-6 месяцев подготовительных, вот это, от нулевого до третьего этапа подготовительных работ, да, вы знаете, значит, Владислав, мой скайп, напишите туда, я вас введу, или у кого-то спросите, у ребят, здесь не выставляя его, значит, проектная фаза, мы с проектной фазы можем перейти, вернее, до проектной фазы надо дойти, вот, это занимает в любом случае 5-6 месяцев, это минимальный срок, дорогие друзья, как правило, это от года до полутора лет занимает, если это больше проект, например, в той же самой, в том же самом Тбилиси, приведу такой интересный пример, есть группа, там ведущий один собственник, который имеет, как бы, инвестирует в две гостиницы, а уже, как бы, маленький консорциум, они собрались сделать третью гостиницу, и у них такая вот идея была сделать канатную дорогу между этими, они так достаточно интересно расположены, между этими гостиницами, с одной стороны, для коммуникации, у них там разные функции у этих гостиниц есть внутренние, вот, а с другой стороны, для привлечения туристов именно к ним, и когда они услышали вот о возможности Skyway, то начали смотреть и думать, о, давайте заменим это Skyway, у нас из этих гостиниц одна еще находится, только в стадии проектирования, две другие надо проектировать, вот, и отлично можно встроить прямо в конструкцию здания, когда они услышали о том, что конструкция здания не сильно подорожает от 8 до 13 процентов, примерно, то они вообще обалдели, сказали, господи, нам не надо делать тогда и анкерных опор, что ли, куда мы будем это все крепить, потому что они достаточно подробно все прослушали, вот, и они остались готовиться со своими цифрами, думать о том, как это делать, но, когда мы обсуждали сроки, то они сказали, вах, 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 все равно у нас уйдет где-то полтора года на то, чтобы согласовать там детальные планировки, потому что мы берем несколько другой вариант, но слава богу, что может быть что-то удастся сделать, но год-то мы точно еще потратим, вот, и тогда начали говорить, а как можно построить и как это строится будет, вот, и когда мы обсудили с ними вариант, что, помните, мы говорили, что тот же самый, там получается где-то порядка 8 километров, в целом, это, ну, как бы дистанция или периметр, что, но это не самый такой наглядный пример, что можно строить сразу, не начиная в какой-то точке А, точку Б, точку С, а можно из А в Б, с Б в С, с С в Б строить, то есть, одновременно это все осуществлять, и это очень хорошо просматривается на линейных участках, когда тоже обсуждали, я им привел пример, что, смотрите, 100 километров можно строить 10-ю модулями, каждый модуль по 10 километров и каждый 10 километров строится навстречу друг другу еще двумя бригадами или двумя группами строителей, и это говорит о том, что все 100 километров строятся одновременно, примерно такой же модуль можно применить и вот при варианте строительства между гостиницей, примерно такой же, и они тут сразу очень интересно оживились, вот, так что это и для вас информация к разговору о том, что по всей вероятности вот эти 2,5-5 лет могут быть сокращены, и я сегодня думаю так, что в случае, когда удастся самым большим камнем преткновения, или не камнем преткновения, а блоком, с которым надо сейчас работать, является обеспечение производственной базы строительства, то, о чем мы тоже с вами несколько вебинаров или 10 вебинаров где-то обратно говорили, и это становится все актуальной и актуальной, и вот от этого будет зависеть очень сильно вот эта цифра. Сегодня вот эту цифру или вот этот период, скажем, с позиции КБ обеспечивает 500, будет, в ближайшее время будет 500 конструкторов, но здесь есть и процедуры и функции, которые осуществляют местное самоуправление, а это, как говорится, не перепрыгнуть. 9 месяцев и есть 9 месяцев, там в 9-ром не сесть и ребенка не создать за, или как бы не родить за 1 месяц в 9-ром. так и здесь есть, ну, образно говоря. Вот, поэтому я сегодня на этом хотел бы закончить, потому что я очень устал, к тому же тут у нас какие-то чудаки, значит, абсолютные приехали опять, я их приветствую тоже в хорошем смысле, в плохом смысле этого слова, вот, я его отключу сейчас, чтобы не было вообще этой бодяги здесь. Очистим и отключим его, скорее всего. Я с вами, дорогие друзья, сейчас прощаюсь, вот, и на следующий вебинар по всей вероятности надо будет нам как бы найти человека, который будет постоянно вот эту всю троллевскую компанию чистить. Вас же, добрые люди, всех приветствую, желаю вам доброго здравия и до встречи в следующий раз. Спасибо.